Добрый день, дорогие друзья! Я нахожусь сейчас на Лукьяновском заповеднике. Это Лукьяновское кладбище, очень старое. Здесь похоронены и лётчики, знаменитые лекари Строжеска, Образцова. Здесь есть могила Нестерова и Крутеня. Помните Нестерова петля? Молодой парень, я думаю, ему лет 27-28 было. И он придумал Нестерову петлю. А через год погиб, протараня вражеский самолёт. Вот смотрите, какое старое кладбище. Ещё 1896 год рождения, 86-й захоронения. Какие старенькие, давние люди похоронены. Никто не ухаживает. Возможно, уже нет и родственников живых. Вот такой памятник доктор Семён Зиновьевич Стояновский. В 27-м году умер ещё. А вот артист Нильский, дорогому брату от сестры. Ещё Стояновский, любимой сестрице, другу от Шуры. Семья Сандуленко. Какие старые захоронения. Там Уся Зеленцова, 27-й, 38-й год. 11 лет. Такая девочка с косичками была. Впереди церквушка есть. Да, так всё заросло. И вот эта трава жёлтая. А здесь покошено. Посмотрим, кто здесь. Видимо, кто-то из знаменитостей. Ага, вот Нестеров. Нашла я. Ноги привели. Лётчик Нестеров Пётр Николаевич. 1887 года рождения. Русский лётчик, совершивший первый в мире мёртвую петлю. В 1913-м. Совершая впервые в истории беспримерный воздушный бой. Таранил своим самолётом самолёт противника. И погиб вместе с ним. 26 августа 1914 года. Старого стиля. Вот ещё один лётчик. Это памятка истории. Могила Крутэня. Легендарный Витязь. Небо. Крутэнь. Евграф Николаевич. 1890-1917. Очень молодые. 27 лет. Молодые парни. А вот здесь есть такие плакаты. Нестеров Пётр Николаевич. Выдающийся военный лётчик. Тут фотографии. Пётр Нестеров. Видите, есть медаль. Память о Нестерове. Двое деточек было. А вот Крутэнь Евграф Николаевич. Русский военный лётчик-капитан. Истребительной авиации. Первой мировой войны. Сбил около 20 неприятельских самолётов. Прапорщик в 11-м году. В 12-м поручик. Штабс-капитан в 15-м. И капитан в 17-м году получил. Вот можно остановить и почитать. Награды какие были. А рядом могила академика Строжеску. Вот такой памятник. Знаменитый кардиолог. А это могила профессора Образцова Василий Парменович. 49-й, 20-й. Это тоже памятка истории могила Морзеева. Заслуженный деятель науки. Академик Александр Никитич Морзеев. 83-56-й. Я вот снимаю так. А потом захожу в Википедию и читаю про этих людей. Очень интересно знать историю. И вот такие есть памятники. Очень жаль. Упал от старости. Захоронение 58-го года. Больше 60-ти лет. А возможно и не от старости. Смотрите, рядом. Рядом находится наша телевизионная вышка. В 22-м году, когда началась война, нас бомбили. И первые попадания были в эту вышку. Там и люди погибли. И возможно осколки летели и сюда. Россия думала, что мы все в телевизоре, как они. Но нет, мы все в интернете. Горянский Павло. Голова Краевой Украинской Рады в Крыму. Консул УНР в Ялке. А здесь похоронен профессор Василий Васильевич Виноградов. Родился в 1876 году. Умер в 1927. Профессор, доктор медицинских наук Шараварский. Шаравский Сергей Николаевич. 1984-1958 год. Инженер-строитель Дунаевский Анатолий Александрович. А здесь покоится прах Анны Карловны Ермоленко. Такой памятник, видите? Это пропеллер нарисован. Летчик-испытатель Виктор Эдуардович Адольф. Трагически погиб. Памятка истории. Летчик-испытатель. 1936 год. И вот памятка мастерства. Тоже, наверное, чей-то склеп. А вот там такой интересный памятник. Дорогим родным-любимым Шишко. Родившимся в 18 веке, а умершим в 20. Как не прискорбно. Амеличевый. Лично почётный гражданин города Киева Николай Иванович. И законная жена Евдокия Даниловна. Какие красавцы. Константин Александрович. Возможно, сын. Рано умер. И вот герой Российско-Украинской войны. Сезин Сергей Иванович. 79-го года рождения. Здесь очень много захоронений художников знаменитых. Вот один из них. Художник Святославский Сергей Иванович. Такая скульптура. А там такие интересные памятники. Книга. Вот внутри стоит иконка. Очень плохо видно. Вот такая книга. И крест. Здесь похоронен протоирей. Ага, вот. Протоирей. Рядом тоже внутри стоит иконка. И вот такая как лампадка. Такое старое уже место. Даже асфальт покрылся мхом. А вот какой интересный памятник. Почитаем, кто это. Так, здесь похоронен загребельный Тимофей Иванович. 1917-1900 год. И Олена Захарьевна загребельный Тимофей Иванович. 22-й. 2000-й. Не видно. 6-й. Возможно. Нужно почитать. Фамилия знаменитая. Я почитаю, кто такая. Посмотрите, какие раньше были памятники, да? Дерево жизни. Жена и дочь тайного советника Мария Генриховна и Екатерина Николаевна Кулешовы. И рядом еще есть такой же. Только он пониже. Ага. А здесь покоится тайный советник Николай Иоакимович Кулешов. 1842-1911. Вот какой памятник. Как интересно, да? Жена и дочь тайного советника. А на другой могиле законная жена. Так вот. Видите, какие заросли? Василий Яковлевич Удовенко. Родился в 1953-м. Умер в 1908-м. Памятка истории. Подвиг героев бессмертен. Здесь захоронены моряки пинской военной флотилии, которые героически сражались, погибли, защищая город-герой Киев от фашистских захватчиков. Рябихин Юрий Николаевич, Бойко Иван Семенович, Марк Котенко, Трофим Антонович. Три человека неизвестных, павших в боях за честь, свободу и независимость нашей Родины. Еще раз вернулась до могилы художника Святославского Сергея Ивановича. Вот это тоже знаменитый художник Мурашку. 1844-1909. Художник. Тоже почитать. Где учился, возможно, где-то преподавал. Умер где-то 50 лет. 45 лет. А вот еще памятник. Мурашка. Мурашка. Александр Иванович. Вот надо почитать. Этот 72 года прожил. Наверху, видимо, стоял. Возможно, крест, но его уже нет. На территории Лукьяновского заповедника есть музей. Есть видео в интернете. Можно посмотреть. Очень интересно рассказывают. Плохо видно за деревьями. Это церковь Святой Катерины. Побудована в 1910-м роце. В 1772-м. В 1772-м. А здесь захоронен новомученик, протопресвитер Александр Александрович Должанский. Доцент Киевской консерватории Мажуга Белецкая Марина Викторовна и Мажуга Юрий Николаевич, народный артист академик. А вот доктор Труаги Ричардович Крыжановский, 1897-1951. И Маненко очень знаменитый художник. Его картины... Недавно продалась одна квартира, картина за 150 тысяч долларов. Его картины висят в лувре, если я не ошибаюсь. Но вы почитайте. А семья его бедствовала. Когда он умер, не платили пенсию, не в советское время и до. Жили в такой нищете. А теперь картины по 150 тысяч долларов продаются. При жизни не признают. А вот умер и знаменитый. И так у нас всегда бывает. И на честь художника Пимоненко у нас названа улица. Посмотрите, какие два ангелочка. Здесь похоронен человек с добрым сердцем, который радовал и украшал мою жизнь. Вечно скорбящая жена. Вот еще одно захоронение. Роза Леонтьевна Лазарева. Заслуженный деятель науки профессор. И Александр Захарьевич Лазарев. Все зарастает. Здесь покоятся знаменитые родители Отто Шмидта. И вот среди заросших могил Ценни Владимир Николаевич. 98-37. Вечная память верному сыну болгарского народа, Человеку большой души, доброго горячего сердца. Жена, дети. А это дочь Ценова Нинель Владимировна. 26-й, 18-й. А рядом Грушевский. Александр Иванович, Грушевская, Елена Андреевна. Но это не тот Грушевский. Тот похоронен на Байковом кладбище. А здесь еще где-то похоронены герои Крут. 18-го года. Их перезахоронили с Аскольдовой могилы. Хаустов Владимир Тимофеевич. 1889-33. Хаустов. 1916-52-й. Ихаустов Владимир Александрович. 1936-й, 2000-й. Ихаустова Вера Михайловна. У Новилы такие вот кресты. А вот это музей державного историка мемориального лукья Невского заповедника. Вернадьян. 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 Новосибирск. Продолжение следует...